CR-V третьего поколения машина сейчас очень массово и стоит весомых денег Так, я уже закопался, походу, надо маленько назад сдать Всем привет, Honda CR-V третьего поколения давненько уже должна была появиться у нас на канале Но я все хотел, чтобы она появилась праворульная Но, увы, все-таки решили снимать левый руль, которых просто здесь дофига Но это естественно, с одной стороны, потому что леворульные, они более распространенные в принципе Поскольку эта версия уже официально поставлялась в Россию Она была европейская и американская в первую очередь И только в десятую очередь японская, это всем известно Honda почему-то вот вечно вот бляха-муха на Америку нацеливалась Предыдущие поколения, первое и второе, они очень себя неплохо показывали На умеренном, конечно же, бездорожье Но мне очень нравилась сработка полного привода, подключение полного привода у предыдущих поколений А у третьего поколения, оно, конечно, стало внешне такое раздутенькое Такое все из себя, вроде бы, более такое, какое-то современное Оно, в принципе, даже сейчас не смотрится морально устаревшим внешне Но полный привод у нее остался точно такой же, как у второго поколения Honda CR-V, то есть это чисто механическая, ну или даже правильнее сказать Гидравлическая система подключения задней оси И мне, в первую очередь, интересно, осталась ли проходимость третьего поколения CR-V на том же уровне, какой она была у второго поколения Потому что как раз у второго поколения CR-V Эту систему еще не ухудшили электроникой Но улучшили именно в механическом смысле Сделали муфту с преднатягом Такая шариковая муфта, такая достаточно специфическая, конечно, деталь Но это все равно обеспечивало более быстрое и эффективное срабатывание То есть быстрее и эффективнее подключалась задняя ось Чем даже у первого поколения CR-V А то было достаточно проходимой машиной Конечно, в третьем поколении CR-V раздулось У нее стали большие пузатые свесы Естественно, там нет такого ощущения безопасности, безнаказанности Которые ощущают те, кто ездит на первом поколении Им просто, в принципе, не жалко, да, куда-нибудь на нем завалиться Они знают, что царапаться там или там гнуться, ломаться там практически нечему, да Следующие поколения, вот свежие совсем CR-V У них вообще опустили клиренс Сделали клиренс там 16-17 сантиметров Хонда прям честно отвечает Прямым текстом отвечала, да, на, ну, на негодование покупателей Типа, почему она стала ниже Они говорят, да, вот большинству это не надо Все эти характеристики внедорожные Мы акцентировались на внешности, на комфорте Вот они доакцентировались, как по мне Поэтому третье поколение мы испытаем при подъеме в горку Попытаемся его вывесить Конечно, нету блокировок, естественно, никаких Но, тем не менее, мне кажется, оно не хуже справляется с умеренным бездорожьем, чем второе поколение Если почитать отзывы про третье поколение, да, там, поговорить с людьми, кто ездит Они многие говорят Ой, она такая стала большая, она такая стала тяжелая На самом деле это абсолютно субъективное ощущение Потому что автомобиль от второго поколения увеличился только в ширину и буквально на считанные сантиметры Я вам серьезно говорю, да, я сам удивился Действительно, она внешне кажется намного пузатее и крупнее И самое главное, она не стала тяжелее Ну, то есть она стала тяжелее, но, извините, для такого автомобиля стать тяжелее меньше, чем на 100 кг А в случае с мотором 2.4, там, чуть, ну, скажем, под 200 кг Я думаю, это не так уж прям фатально и критично Многие думают, что вот эти как раз поколения сильнее ржавеют, чем предыдущие Но практика показывает, что неправда Именно вот третье, четвертое поколение меньше ржавеет У них более живые арки Я предполагаю, что это все из-за того, что на них много пластика На них много пластика в арках, много пластика под нищу С РВ третьего поколения машина сейчас очень массовая и стоит весомых денег Как мы один раз обсуждали автомобиль за миллион на одном из моих стримов Да, кто не знает, сейчас мы проводим прямые эфиры Приходите, донатить не забывайте Так вот, сейчас это, по сути, ну, машина за миллион, да Если еще пару лет назад можно было приличную вполне себе версию Относительно не старую взять, скажем, тысяч за 800 То сейчас это будет миллион, миллион триста, полтора даже миллиона Если рестайлинговые версии, особенно в какой-нибудь жирной комплектации Ну, хотя у них на самом деле не так вот прямо Нет такого, если минималка, два литра механика, у вас там весла на дверях Нет, там все будет, в принципе, нормально Там только вот, допустим, будут тканевые сидения, а не кожаные, да То есть это не так уж прям фатально критичная разница В нашем случае, я бы сказал, одна из самых популярных версий То есть два литра автомат, полный привод Переднеприводные, чисто переднеприводные, бывали в основном только праворульные машины Ну, я, честно говоря, не удивлен, что их вообще, в принципе, нету Потому что это абсолютно бестолковый аппарат, как бы, как по мне То есть, если и так-то полный привод подключаемый То есть ты в 99% времени будешь ездить на переднем приводе, да То есть зачем его, зачем эту машину брать только переднеприводную Я абсолютно не понимаю Конечно, 2 литра это не так круто, как 2.4, но, с другой стороны, 2-литровый мотор Многие признают более надежным По сути, это тот же самый цивиковский мотор R-серии В принципе, ничего не меняли, только вот коленвал поменяли Увеличили ход поршня, и он стал 2-литровым Был 1.8, стал 2-литровым То есть, в принципе, надежный, одновальный, такой себе крепенький движочек 2.4 мотор считают менее надежным Хотя, на самом деле, полная ерунда Как по мне, вечно вот это нытье по поводу распредвалов Такое ощущение, что людям трудно временами клапана отрегулировать Понимаете, на Хондах настолько легко регулируется клапана Что это просто стыдно этого не сделать Открыть крышку и щупчиком и болтичками покрутить Это настолько вот элементарнейшая процедура По сравнению с другими, например, моторами Где надо снимать валы, все эти звездочки там Стаканчики, шайбочки, вот это все Ну, короче, разговоры про неживучесть 2.4 Я считаю, это просто от того, что люди даже ленятся Элементарно почитать информацию какую-то техническую про свой мотор А с другой стороны, 150 лошадей на 2-х литрах А 166 лошадей на 2.4 Но это все равно приятнее, в любом случае, объем Больше крутящего, соответственно, тяговитость Жалко, конечно, что у нас в России практически не встречаются дизельные версии Хотя они, на самом деле, бывали Только исключительно на Европу У праворульных есть большой плюс Аж 4 лишних лошадки на моторе 2.4 170 лошадиных сил С тем же, по сути, двигателем То есть тупо другие мозги Ах, ну что вы, что вы Вот прям лишние 4 лошадочки Это же так приятно, е-мое Которое никогда в жизни не почувствуешь Тем более, если учесть, что эта машина определенно Не для, вообще не про разгон, не про динамику Там ни в коем случае Субтитры сделал DimaTorzok Народ, никакого разочарования Да, 14 секунд Я считаю нормально, однозначно Ну, вот 2.4 наверняка поехал бы 12 секунд И что? Что нам дают эти 2 секунды? Ничего, абсолютно зато У двушек, прям вот я уверен Любой в комментариях владелец третьего поколения CR-V Подтвердит Расход ощутимо меньше, чем у тех, которые 2.4 И мотор попроще И мотор покрепче Вообще, ну то есть, на самом деле Ничего плохого нет Можно более богатую комплектацию с мотором 2.4 Но это же не критично Чем у нас будет 2.4 отличаться? Кожаными сидениями можно поставить Да и многие любят даже тканевые больше Попа не прилипает все-таки Сабвуфер, да, например Вот у нас в нашей стоит сабвуфер И вообще вся музыка, по сути, отверстий с 2.4 мотором Фары То, что у 2.4 версии ксеноновые Так тоже не проблема Вот у нас тоже стоят ксеноновые фары От версии 2.4 В чем проблема? Купил, поставил Все, все круто А еще если учесть, что налог на 2.4 В 10 раз, можно сказать, больше Чем на 2-х литровую версию То есть 10 тысяч за 2.4 И там тысячи полторы за версию с двумя литрами Ну, однозначно понятно, кто что выберет Ну, заранее извиняюсь Запрещенка Кстати, если уж на то пошло Я вот сюда залез Сразу к этой штуке вот подлез Офигенные подстаканники у ЦРВ Знаете почему? Ну, мало того, что они расположены В правильном месте До них удобно здесь добраться Что пассажиру, что водителю Там еще зажимы есть То есть Ставишь Объект Чик И он там зажался То есть вот два таких зажимчика С каждой стороны Плотненько То есть оно не будет там Как это Ну, как вы поняли, да? В этом поколении ЦРВ Мне нравится то, что она сделана По-минивэновски В плане расположения рычага коробки В принципе, можно подумать Что рычаг коробки вот здесь А это у него такой ручник Вот таким вот Рычагом самолетно-авиационным Таким Я вам, кстати, так скажу Вот даже представьте себе Что здесь был бы рычажок механики Офигенно! Вот гляньте, как удобно! Вот! Чик-чик 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 Ну, классно же, а! Обратите внимание У нас здесь Нету штатной Магнитолки Сейчас Многие владельцы Ставят вот такие Андроидные штуки Причем, кстати, они есть Не только вот такие Я вам, конечно, не буду давать Ссылку на Алиэкспресс Сами найдете, если что Но есть и вот такие И вот такие Прямо вот прям Большие вот эти штуки То есть можно аж прям Вот эту целиком панельку заменить И ездить прямо как в Тесле Однозначно Они там даже так и обозначаются Что-то типа Тесла там Туда-сюда В плане комфорта ЦРВ-хи третьего поколения Достаточно неплохие У них, по сути, есть все, что нужно Подогревы сидений Телескопическая регулировка руля Мультируль Но, вот, кстати, жалко, что нет Подогрева руля Ни в одной комплектации Вот это прям очень жалко Но, в любом случае Относительно второго, опять же, поколения Это уже Это уже неплохо Действительно, сделали автомобиль Серьезнее и интереснее У нашей тоже версии Есть подогревы сидений Причем не просто вкал-выкал А еще и есть сильное подогревание Пукан сильно бомбит Или слегка И просто шикарнейший вот этот бардачок В консоли То есть, ну ладно, это нельзя назвать подлокотником Потому что подлокотники здесь на сиденьях А вот здесь в консоли между сиденьями Просто нереальный бардак Там, ну, редко даже вот такие бардачки Обыкновенные стандартные Они редко настолько большие и глубокие Ну, конечно, обычные бардачки тоже есть Причем, обратите внимание На какое прикольное Вот это сдвигание тоже бардачка Видите так Ай, космос Ай, космос Смотрите, ну, конечно, есть обычный, да, большой Но это бесспорно Но просто вот этот верхний-то, смотрите Ай, по кайфу, а Американские домохозяйки По-любому с удовольствием Катаются на такой машине до сих пор Я вот уверен Редко кто, наверное, обновляет Потому что следующие поколения Стали слишком вычурными Я серьезно Я не поленился Я почитал американские отзывы Про совсем новые ЦРВ И они там такие Ой, слишком много финтифлюшек Типа того Прямо вот Вот любимое такое поколение У американцев Приколитесь, знаете, как в Америке Какая кличка у вот этого поколения ЦРВ Бульдог Типа Ну, вот как у нас есть, да, там Камри, Бегемот Там туда-сюда А у них есть ЦРВ Бульдог То есть это вот это Третье поколение Но я думаю, это связано с Необычным видом Ну, беретка машины, да Потому что у него так бампер Как будто здесь как будто ротик такой Ну, действительно, может быть Отдаленно как-то и смахивает Раньше у ЦРВ Открывалась дверь багажника вот так И это многим нравилось Теперь она открывается более привычно Более классически Полочки Причем полочки две, да То есть одна вот эта Это просто, по сути, сверху вот закрывашечка, да А есть еще и твердая полочка Вот это, между прочим, очень многие любят Причем, кстати, эта штука, она тоже складывается Она не такая уж прям, знаете, что Ее надо прям обязательно только целиком вытаскивать До второго ряда сидений 95 четкие Прямо четкие Четкие 95 Ширина метр двадцать Арки выходят буквально сантиметров на десять в багажник То есть вообще не сильно Для кроссовера, да, вот на 12 сантиметров они выходят в багажник Для кроссовера это неплохо Здесь есть два варианта увеличения габаритов багажника Можно положить Ну вот, то есть Можно вот так вот все класть, да, вот как есть Но там, сами понимаете, ровного пола ты не получишь Но по сути зато ты сможешь что-то положить Прямо аж до самых передних сидений Но со ступенькой, да, опять же А можно поднять их вот так Ой, е-мое Вот Поскольку здесь достаточно грязненько Будете смотреть на вот таких детских птичек, да Я, так скажем, объем вам показываю А не то, насколько здесь маленечко не прибрано У нас в машине ездят ребятишки Машина семейная Так что Мы для эстетики вот так прикрыли А так тут печеньки и прочие всякие дела Но это житейское дело, это нормально, ничего страшного По длине У нас здесь Бля, хомух Ровно метр сорок пять Ну, то есть, если вариант с ровным полом, да Вариант с ровным полом, если И метр восемьдесят Если вариант со ступенькой получается Ну, согласитесь, по универсальному, да То есть, как в универсалах Как в больших, серьезных универсалах Смотрите, что еще покажу Кайфушку Мне вот вообще прям нравится Смотрите, какой здесь есть подлокотник Здесь, конечно, нет уже таких зажимов, да Под стаканы Но, блин, ну кайф, ну кайф Ну, е-мое Конечно, они бы могли бы его Как-то более плотненько, что ли, сделать Вот, ну, ничего И так сойдет тоже хорошо Здесь, конечно, посмелее себя чувствуешь Чем на совсем новых Потому что, как я уже сказал Клиренс здесь все-таки По-прежнему двадцать А не шестнадцать, семнадцать Многие говорят, что расход Особенно, когда ездим по трассе Без подключения вообще полного привода То есть, когда нет условий Чтобы он подключился Расход буквально там Какие-то смешные Восемь там литров Люди называют там Девять литров Ну, то есть, вполне себе нормально Для кроссовера Прикольно? Вот многие говорят Плохо, когда на кроссовере На паркетнике Такая жестковатая подвеска А я вам так скажу Она зато не раскачивается И ты, вот, как бы Раскачиваясь на какой-то кочке На каком-то буераке Лишний раз не заденешь брюхом ничего Жесткая подвеска, рулез Хонда есть Хонда Смотрите, у нас же ЦРВ Да, паркетник Жестковатенько, все равно Приятно Ну что, сейчас затестим Как вот я читал эти отзывы Как я читал Ой, да ну вообще С местом нереально никуда сдвинуться Чуть где встал И все, до свидания Никакая диагоналка Вот ей вот все страшно Ребят, у нее есть система стабилизации Она, ну, херовенька, конечно Честно от души скажу Но имитирует какие-то там блокировочки Ну, все понятно, да Естественно, это же тебе не джип прям какой-то полноценный Но не нужно недооценивать И прямо сильно так вот говорить Что, ой, она ни на что не способна Не, нормально Смотрите, сейчас как я четенько в горочку С места поднимусь Сейчас вот так вот мы ее раскоряку в раскоряку поставим И вот я уверен, что она сможет тронуться А вы знаете, какие-то там голландцы Или кто-то делали прямо рекламу такую Типа, ой, да вы что Да вот прямо никуда и нигде Вот ничего вот прямо не могет Сравнивали там с Фордом Кугой Давай еще переднее сними С выключенной стабилизацией Которая нам вообще На самом деле В таких ситуациях только вредит Так, я уже закопался Походу надо маленько назад сдать Ну, в общем, как всегда Оказалось, что те, кто Критикуют народную массовую машинку В большинстве своем больше нытики Чем объективные люди Поэтому я убедился, что ЦРВ не стал с этим поколением хуже, чем предыдущие Он реально, ну, абсолютно может все то же самое Вполне себе способен Так что я жду ваше мнение в комментариях Уверен, вы со мной согласны Что двухлитровая версия совсем неплоха Особенно если учесть, что там есть Механическая комплектация с механикой Ладно Подписывайтесь на канал Пишите комментарии И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok